С наступлением настоящей зимы поистине горячая пора не только у любителей зимней рыбалки, но и у бойцов экстренных служб, а также молодежных отрядов охраны правопорядка. Рейдовая группа проверяет все от прочности льда и экипировки до теоретических знаний в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Ежегодно в зимний период бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка выходят патрулировать водоемы, проводят инструктажи с любителями зимней рыбалки. Также в школах проводят информационные акции по разъяснению ребятам основ поведения на льду и распространяют листовки и памятки. Наша задача проинформировать рыбаков о действиях при чрезвычайных ситуациях, а также об экипировке, которая необходима рыбаку. Она проста. Это спасательный жилет, спасалки и выбрать водоем с толщиной льда не менее 7 сантиметров при одиночном выходе. Благодаря погодным условиям в этом году толщина льда соответствует безопасной уже более 15 сантиметров. И все же оказаться в ледяном плену, рассказывают сотрудники МЧС, рискует каждый. В этом случае счет идет буквально на секунды, а право на ошибку не дано. Поэтому необходимо помнить, что передвигаться в подобных ситуациях разрешено исключительно ползком. Хорошим подспорьем будут так называемые спасалки или отвертка. И уж тем более не стоит геройствовать, если вы стали очевидцем ЧП. Не приближайтесь к провалившемуся в воду человеку. Помочь ему удержаться на плаву можно лишь с помощью ремней или веревок. И, конечно же, в первую очередь следует обратиться на спецлинии 101 или 112. С начала года только в Брестской области вода унесла свыше 80 жизней. Вообще с начала года в Республике Беларусь от утопления погибло порядка 380 человек. Практически большая часть, половина из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Анализ гибели людей показал, что несчастные случаи, в основном наибольшее количество, это падение в воду, дали купание в запрещенных местах. И уже третье место – это рыбная ловля, как летом, так и зимой. Еще одной в буквальном смысле больной темой с появлением снега становятся популярные нынче тюбинги, или, как их часто называют, ватрушки. Порой, казалось бы, безобидное зимнее развлечение может стоить жизни. Поэтому кататься разрешено только по одному в специально оборудованных местах, держась за ремни, расположенные по бокам колеса. Вот это более-менее правильное положение. Всего же, согласно предварительным данным Минздрава, только за первый зимний месяц на Брещуне зафиксировано уже свыше тысячи пострадавших на льду. Из них более сотни пациентов госпитализированы. Шокирующая статистика озвучена с целью не напугать, а в череде предстоящих праздничных дней скорее напомнить о безопасности своей и близких. Мария Кудина, Николай Рудский, телерадиокомпания «Брест».